За обман более сотни человек задержан ЛЖСММщик. Сотрудниками по противодействию киберпреступности Брещины установлен и задержан при силовой поддержке отряда особого назначения «Рысь» 25-летний житель Пинска. Молодой человек под видом настройки таргетированной рекламы в социальной сети Facebook завладевал деньгами граждан. Фигурант при помощи программ по спам-рассылке сообщений предлагал услуги по продвижению бизнес-аккаунтов и личных страниц пользователей. Потенциальные покупатели связывались с ним, после чего мужчина предоставлял реквизиты банковской карты для перечисления предоплаты. После получения средств договорные обязательства не выполнял. В настоящее время известно о более 100 потерпевших, которые перевели Пинчанину свыше 60 тысяч рублей. Устанавливаются иные жертвы, в том числе в других регионах страны. И еще одна информация от правоохранителей. И в данном случае хочется процитировать отрывок одного стихотворения. Чем больше узнаю людей, тем больше нежности к собакам, что платят за добро добром и в дружбу верят бесконечно. Не треплю длинным языком и понимают все, конечно, мне не вдомек. В конце концов, за что в ругательной атаке друг друга тычем мы в лицо, мол, дескать, злы, как собаки. Нам до таких еще расти, чтобы вровень стать с их благородством, а им вовек не доползти до человеческого скотства. Это преамбула к тому, что вы услышите далее. Сотрудниками милиции в ходе мониторинга средств массовой информации была выявлена публикация о том, что в Бресте посадили собаку на цепь и оставили в лесополосе. Правоохранители незамедлительно отреагировали на сообщение и в кратчайший срок установили хозяйку пса. Ею оказалась 37-летняя брещанка, которая не справлялась с обязанностью по содержанию животного, поэтому отдала питомца 56-летней родственнице и ее сожителю. А те, в свою очередь, решили от него избавиться, привязав к дереву в лесополосе. Татьяна Алексеевна, еще один вопрос. Скажите о том, что пес, которого вы привязали в рощи, может умереть от голода. Вы понимали? Ну, во всяком случае, мы положили еду, целый мешочек костей. Скажите, планировали бы вернуться к собаке? Нет. Не хотели забирать ее? Нет. Хочется спросить у этой в кавычках доброй женщины. За что? Но в этом разберутся милиционеры. В настоящее время ленинским РОВД города Бреста проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 339 прим. Помните, что за жестокое обращение с животными с законодательством Республики Беларусь предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.